друзья доброе утро с вами катя вас как всегда приветствую из нашего города из кинчану терми для тех кто первый раз попал на мой канал я хочу представиться я являюсь официальным экскурсоводом рима и ватикана друзья я являюсь журналистом посмотрите пожалуйста какой у нас сегодня густой туман поэтому я боюсь что панорамная съемка не очень-то у меня и получится но вот опять изучаю небо наше показываю снимаю вам его позади я вспомнила вчера курс школы что такое перистые облака поэтому мне не хотелось бы конечно уж очень в такую паранойю входить и разговаривая вот с нашими соседями и военные у нас нас люди достаточно откровенные я проверяю хожу вот даже каждый листик смотрите вот пожалуйста куст видите листики абсолютно чистые вот я провожу 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 по пальцами ой ой сорвала листик вот смотрите у меня руки абсолютно чистые то есть я не вижу никаких следов потому что как вот говорит наш военный сосед что если бы такие были мощные химические облака то он сказал ну что то ли листья были бы покрыты он смотрите абсолютно чистые у меня руки здесь же специально никто не протирает максимум поливает а так чтобы кто-то протирал листик за листиком ну в общем не чувствуется никаких запахов поэтому но у нас другая вещь стала происходить и я внизу поставлю ссылочку у нас друзья прет через италию военная техника внизу посмотрите ссылку на телеграм-канал не знаю на чей но это итальянский телеграм-канал сняли все-таки ухитрились ночью снять вот этот эшелон этот поезд на телеграм-канале это можно выкладывать они не убирают эти ролики поэтому сможете посмотреть и на адриатике вот тоже подписчики мне подписчица написала сегодня что летел огромный огромный военный грузовой самолет натовский вот поэтому нас такая движуха она у нас пошла но мы с вами сегодня поговорим о трампе и я вчера вечером смогла записать несколько сюжетов с итальянского телевидения если вы следите за моим каналом вы помните что два дня тому назад я вам рассказывала как мы переговаривались с одной моей коллегой журналисткой с рая я ей позвонила для того чтобы задать несколько неудобных вопросов и в частности что если потом все выяснится что там было много фальсификации по трампу что они будут говорить и она так у меня оговорка по фрейду что он дескать вон смотрите я иду без маски но не трогают слава тебе господи у нас как-то демократичнее стало вот и она сказала дай господь что этого никогда жизни не произойдет но оно произошло поэтому посмотрите пожалуйста я вчера поснимала итальянское телевидение что они говорили по этому поводу вот и сегодня они уже не говорят про трампа вообще продолжают свои вот эти вот темы про этот любимый модный гриб топят изо всех сил рассказывали о каких-то уже конфликтов которые происходили с людьми которые не хотят больше носить намордник вот сейчас на данный момент посмотрите пожалуйста сюжет который я записала друзья вот посмотрите пожалуйста что такое итальянское телевидение сегодня вечером вдруг резко сменилась риторика они прекратили скакать с этим с байденом прекратили вопить орать визжать как они счастливы сейчас сказали ну это же кажется не окончательно это же не окончательно как будто бы не было перед этим всех вот этих вот сюжет сюжетов они уже пытаются подмахнуть и трампу то есть как они его его обсирали извините меня пожалуйста за мой французский предыдущие дни до рвоты обсирали трампа припоминали ему все обиды и прочее все так это же не окончательно потому что вот трамп сказал что там ошибок было очень они не говорят пока пока про кладбище ой какие падлы пайковые нет это еще не окончательно говорят абсолютно ну вы подумайте то есть как будто бы не было ничего перед этим не было как будто бы дело в том что сегодня с утра когда я проходила через наш город вот я встретила нашего знакомого который военный инженер он мне показал телефон свой и там у него была переписка с одним американским военным прямо в соединенных штатах сказал сегодня утром он ты знаешь что только столько нарушений было выявлено по разным штатам под джорджа там мичиган и так далее просто тысячные тысячные слушайте все они гонал момента что вот посмотрите байден он же начал как президент себя вести а теперь оказывается там что то вот не так происходит ну завтра я продолжу еще завтра утром поснимаю перед тем как выйти в эфир третье что они говорят я не могу просто оторваться пригласили вот этого парня мордастого я просто не могу оторваться друзья смотрите то что они говорят пригласили вот этого парня который говорит о том что вы слушайте внимательно я перевожу дословно что трамп знал что во многих демократических штатах которые в первую очередь подверглись вот этому гриппу то есть грипп он смотрит где демократы где республиканцы люди не не хотели идти на избирательный участок боялись соблюдали там этот свой вот этот пердемонокль домашний вот и они отправляли по почте а вот он говорит что там вот это все неправильно там подделка фактов вот и видите как они перекручивают информацию у них там целая редакция сидит и готовит помните мой разговор с моей коллегой как раз рай я издала еще вопрос вы уже готовитесь какую сказку будете рассказывать говорят что он попирает демократический институт трамп соединенных штатов америки что у них всегда все было прозрачно демократично а ведущий ведущий говорит вот так это неприятно следить сейчас вот за китаем и за россией чьи сми сидят и прикалываются над тем дескать что там очень много вопросов по поводу выборов что там вот очень много нечестного было что это насколько все это не не вот плохо что вся европа вот мы встали и уже поздравили байдена и макрон позвонил вот только россия китай сидят и прикалываются что якобы там вот что то не так с этими выборами пошло вот вот этот ведущий вот вот они говорят какие они все правильные ой ну друзья в общем они уже сказку придумали когда произойдет по-другому они уже будут знать как обсирать трампа уже у них редакция работает на это на все вот это урсула мы уверены в том что конечно выбранный президент это джо байден друзья вот те кто проживает соединенных штатах америки смотрите на это мы уверены что президент джо байден мы должны все опять там переделать по трансатлантическим связям то есть по нату им очень нужен байден не народу а им вот она европа смотрите вот смотрите на их рожи но они уже боятся боятся потому что 14 числа ждем мы пошли они куда подальше твари сутулы потому что весь народ в италии народ хочет трампа они для них народ не существует только их персональные интересы друзья ну воистину сегодня не про трампа не про байдена не было сказано ни слова но я вчера прыгала с одного канала на другой это был ира это и тиджи и рай news и так далее и общем то вот то что я вчера услышала первое то о чем они говорили я так и предполагала тут не надо быть в семь пядей волго тут и так ясно что трамп он попирает принципы демократии американской что эти выборы были очень честны что у него конечно минимальный минимальный вариант для него имеется что все-таки он станет минимальная возможность что он сможет стать президентом соединенных штатов америки что всегда соединенные штаты америки и европы это были союзники то есть а он пошел супротив тоже припоминали ему всех вот эти вот обиды потом а выступила вот это вот урсула фон дерлайн из евросоюза которая сказала что есть она не принимает и не приветствует поведение трампа что более того она уже намекнула на данный момент что если вдруг произойдут какие-то пересчеты какие-то будут поправки она не признает его как президента соединенных штатов америки вы представляете так скорее всего что это и будет так как они не признали лукашенко потому что посмотрите здесь действительно надо быть просто ребенком чтобы не понимать что за этим кто-то стоит какая-то организация глобалистская то есть им надо честно выборы проходят нечестно но так чтобы тот кто победил так скажем это был их человека в противном случае они устраивают вот то что они устраивают по всему миру че а и вот этот вот журналист срае по моему он сказал вот почему россия китай вот они стебутся сейчас над вот этой проблемой которая возникла неожиданно в америке они взяли вот как вот весь евросоюз дружно взял и поздравил байдена с победой россия китай стебутся по этому поводу по поводу вот этой вот самой усуны она же объявила вчера что его евросоюз вот у данной фирмы американской который занимается там всевозможными разработками лекарств и так далее известная фирма очень они она закупила какая радость у нас прилетела 300 миллионов доз вот этой вот самой прививки более того они объявили что уже они там все опробировали все проверили они сами не независимые специалисты как вы понимаете это я опять вспоминаю слова профессора петрелла когда мы жени с машей шукшиной брали у него интервью как он сказал что все вот эти организации которые выпускают лекарства эти как шифроваться приходится они словесно шифроваться они никогда не допускают независимых специалистов то есть они сами сделали сами себя похвалили вот на 90 процентов там все великолепно там еще каким-то образом к этому причастен причастна эта фирма johnson & johnson и так далее все поэтому закуплено и вот вы знаете я вот думаю сейчас когда у нас вот цвет настроение оранжевый и закрыты бары рестораны когда люди стоят опять в очереди там за этими дотациями за с этими пособиями и об этом телевидении не говорит но значит не не хлебом будут людей кормить а получается вот этими прививками да то есть вот телевизионно информационный мир он сам по себе а реальная жизнь она сама по себе и знаете вот как говорят в математике до что 2 до даже абсолютно параллельные линии они когда-нибудь когда-нибудь пересекутся так нам в школе объясняли а мне кажется что жизнь нашего телевидения итальянского я имею ввиду или и жизнь реальных людей они не пересекутся никогда и дистанция очень большая вот по поводу за счет этой урсула я вам рассказал что она объявила об этом что у нас значит уже все вот эти вот прививки будут и один из журналистов поскольку здесь все-таки итальянские журналисты но очень примитивный уровень у них у одного слетела с языка такая вещь ну естественно радость такая байден все-таки будем надеяться что байден байден вот какая прелесть как только за байдена проголосовали как только байден стал президентом они уже называют президентом и они сказали кстати что другой президент тихановская один президент поздравил другого президента они об этом говорили говорили много кстати вот как только вот так нам повезло всем чтобы президентом сша стал байден и даже википедия об этом прописала вы знаете понимаете прекрасно кто пишет и кто правит в Википедию, сразу же нам прилетело такое счастье. У нас будет вот эта самая прививка. И журналист сказал, а там сидел какой-то эксперт, политолог, и вот тут, друзья, обращайте, пожалуйста, на эти детали внимания. Это не мелочи. Он сказал, нет. Да ты что, подожди, подожди. Прививка эта чудесная нам прилетела еще в эпоху Трампа. Потому что Байден, он пока не президент. Типа это вот ближе к 20 января. Друзья, это маленькая деталь, но она имеет огромное значение. Я сейчас вам объясню, почему. Потому что поскольку эта штука не опробирована никаким образом, на самом деле, и не проверена, естественно, в общем-то, результаты вы сами можете. И нам, и нам по этому поводу много чего уже прилетало и в прошлом месяце о состоянии здоровья тех людей, которые участвовали вот в этом эксперименте именно в Италии. Ну, доходила информация. Вот, поэтому если что-то будет происходить, посмотрите, как у них вся карта прокрапленная, насколько и насколько у них предвещают, предполагают абсолютно все последствия. То есть, если будут какие-то проблемы возникать у людей, которые не приведи Господь согласятся на эту манипуляцию, согласятся это сделать, то они скажут, нет, при чем здесь Байден? Байдена тогда только-только выбрали. Это все было сделано в эпоху Трампа, поэтому Трамп будет опять во всем виноват. Поэтому вот на эти мелочи надо всегда, друзья, обращать внимание. Вот, но я нисколько не сомневаюсь в том, что Трамп победит, и это, к этому все идет, потому что действительно, те новости, которые мне приходили вчера из Соединенных Штатов Америки, и от моих подписчиков это приходило, и Элизабетта, моя подруга, экскурсовод американский, вот, она рассказывала мне об этом, это практически 100%, тут даже нет, тут даже нет других вариантов, и, естественно, сейчас соберется Верховный суд, там же не только Верховный суд, не только Верховный суд принимает участие вот в этих обсуждениях, но и элиты, и среди элит действующих, это американских, у Трампа очень много друзей, поэтому вот вам результат. В интересные времена живем, друзья. Спасибо большое, что смотрите, и увидимся сегодня вечером.